Добрый день, дорогие друзья! Я в Москве, у дочери. Вот она уже 8 лет прожила в этом районе, и у него идут преобразования. Ну, благоустройство имеется в виду. Но поверьте, вот этого шума, гамма, который у нас в Кисловодске сопровождается, любая там детская площадка, где поставят один какой-нибудь циркулирующий предмет. Нет. Вот люди работают, созидают, красоту делают. Какого-то самопиара, чтобы мэр города или какие-то начальники управ, районов. Такого нет вообще. Просто делают и делают. И посмотрите, какая красота. Переключу. Вот это сделали за короткий срок. Вот, смотрите. Детские площадки, высаженные деревья. Вот это большую территорию они благоустроили. Вот видите, какой здесь впитывающий воду фундаментная крошка какая-то специальная. Я про то, что вот эти малые дела, скажете, Москва, ну да, Москва, финансы другие. Но у нас же тоже на Кисловодск выделяют большие деньги. Более того, эти наши управленцы располагают финансами от курортного сбора, к примеру. И, в принципе, делают это так, что, вот посмотрите, видите, природа сохранилась. Ничего тут не тронуто. Вот все как бы вписано в тот естественный ландшафт. Посмотрите, столы, играй, катайся, вон там еще. Ну, даже дальше видно. То есть, я о чем говорю? Что все можно делать без пиара. Вот обижаются, вот вы только о негативном. Потому что негативного, к сожалению, у нас стало намного больше, чем позитивного. Просто тупо уничтожают курорт. И, притом, вот так цинично, нагло, по-хамски рассказывают людям, что какие они благодетели, что нам счастье такое дают. На самом деле идет большой распил денег, на мой взгляд. Вот, потому что все объекты, которые обозначаются суммами, ну, явно не стоят. Минимум в два раза должно быть дешевле. Это минимум. А так на все 70-80%. Так что, друзья, вот такие прекрасные места в Москве обустраивают. Не кричат, не хвалятся. То есть, это ежедневный труд. О чем и говорится этим засланцам, тунеядцам и лентяям в управлении города. Вы работайте, мы оцениваем вашу работу. Поверьте, если вы будете трудиться и не вот этот полковней занимаетесь, а пустозвонством, особенно отличаются наши два последних назначенца, так называемых мэра, никто бы ничего не говорил. Работайте, ваш город, не ваш город. Пришли вы, ушли вы. Какая разница? Делайте работу профессионально, грамотно и честно самое. И открыты будьте местным жителям, горожанам. А вы фактически плюете на них, на их мнение. Решайте свои какие-то карманные интересы. Вот и результат критики. Так что вот-вот показываю Москву. Один из районов Москвы. Вот так вот все благоустроено. Так вот все красиво сделано. И какие претензии могут быть у местных жителей. Вот тут раньше просто была вытоптанная дорожка. Вот все это вложили в плиточку. Все красиво. Все вот видите, высаживаются деревья. Вот там все свеженькие. Я так думаю, что деревья, которые были старые, они явно или аварийные. Явно убраны. Потому что видите, все сохраняется. Видите, тут даже номерация идет деревьев. Вот так можно делать. Вот так если бы кисловоз бы преобразовывался, поверьте мне, в лице Мартиросова вы бы не нашли бы оппонента действующей власти. Видите, какие деревья высаживают. Ну почему не порадоваться за людей и не сказать добрые слова в адрес тех, кто этим управляет. Опять еще раз говорю, вопрос не в деньгах, а в качестве работы, в качестве управленческих решений. Вот в чем преимущество грамотных людей в управлении городом. К сожалению, у нас что с губернатором не очень повезло. Не отвечает он требованиям тем, которые мы, как Ставропольцы, можем предъявить руководителю региона. Так и назначенцев по своему образу и подобию, уровню подбирают и даже в такие известные города-курорты, как Кисловодск. Печально, конечно, это все. Почему этим людям, эти люди попадают вообще во власть и их уполномачивают что-либо делать. С таким вот, наверное, IQ или что там. С такими парадигмами, с такими нарративами. Птички поют. Холодно в Москве. Сейчас в Кисловодске, говорят, жара за 30 градусов. Ну, вот так вот. Как же это было. А как же это?